Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня мы с вами поболтаем о косметике из пиар-рассылок, что мне понравилось настолько, что я бы ее купила бы сама, если бы мне ее не прислали, знаю я, насколько она классная. Я прошлась по всей моей коллекции косметики и постаралась, я надеюсь, что я ничего не забыла, выбрать ту косметику из присланного мне на обзор, что мне понравилось настолько. Мне кажется, что есть тонкая грань между, ой, прикольненько, да, спасибо, мне понравилось, и тем, что понравилось настолько, что блогер бы не пожалел своей собственной заработанной. Вот, и сегодня мы с вами как раз эту грань попробуем начертить. Ну что, поехали! Давайте начнем с тональных продуктов, консилеров, бас под макияж. Я извиняюсь, скорее всего, мало прям будет что-то в этом видео очень-очень нового. Здесь, мне кажется, я уже все показывала, или же вот в начале введения моего канала, или позже, относительно даже недавно, у меня здесь есть свежие продукты тоже. Если вы прямо каждое-каждое видео мое смотрели, то, скорее всего, ничего новенького здесь не будет, но, с другой стороны, можно поностальгировать. Наверное, вот прям совсем старенького, и я начну. Это тональная основа Double Wear от Estee Lauder, причем забавно, что к тому моменту, как мне ее прислали на обзор, я уже на себя измазала, наверное, банки 3, так точно, этого тона. Я им начала пользоваться еще, когда студенткой была, в университете училась. Я не буду на нем останавливаться, мне кажется, что каждый, если не пробовал его уже, то хотя бы слышал о нем и все его характеристики. Далее Cushion, это уже из относительно новых продуктов у меня на канале, от бренда Amor Pacific. Это не самый бюджетный тон, но какой же он классный! Вот с тех пор, как он у меня появился, я им пользуюсь на каждый день. Здесь, во-первых, высокий фактор защиты от солнца, SPF 50, и, во-вторых, здесь хорошее среднее покрытие ежедневное. В-третьих, он не течет с меня, он нормально держится, и в-четвертых, его не видно на моей коже. Еще одна прикольная штука от Laura Mercier, называется Tinted Moisturizer по версии Oil Free. Здесь покрытие от слабого к среднему, он нормально держится на мне. В целом, это для меня аналог хорошего, качественного BB-крема, вот, мне очень нравится. Здесь еще что классно, 50 мл. Единственный недостаток, это окисление в моих глазах. У меня оттенок 21 Blush, он и так сам по себе темненький для меня, еще и окисление. Надо, кстати, прикупить себе еще цвет посветлее. В плане консилеров я полезла в свою коллекцию, поняла, что почему-то консилеры у меня вообще бренда не балуют. Единственный, который я могу выделить, который я бы пошла и купила сама, от бренда Joy, называется Essential High Coverage Liquid. Какой-то консилер. Мне его Beauty Bay прислали, они мне вообще присылают пиар именно от их домашнего бренда Beauty Bay. И они меня спрашивают иногда, хотите еще что-нибудь или нет. И я вот как раз под шумок. Hello! Мне он очень нравится. Сегодня на мне тоже, в частности, этот консилер. Это единственный консилер, который я не закрепляю на себе пудрой вообще. И он прекрасно держится. Чуть-чуть, да, естественно, он в складочки попадает, но он вот так вот гармошкой не сжимается в жирные некрасивые полоски. Если я его закрепляю пудрой, то тушите свет, все нафиг вообще высушивается, вот именно без закрепления. Просто шикарная штука. Что касается баз под макияж, я, наверное, в прошлом году, чуть ли не в каждом видео первом, показывала эту базу от бренда Бека фиолетовую. Самая моя любимая база под макияж. Это уже, кстати, не та даже банка, что мне прислали. Это уже вторая банка, что у меня есть. Я уже вторую купила сама. Вот эти две штуки еще хочется отметить. Это база под макияж от бренда Clorans, называется SOS зеленая, а это тушь Eclat от YSL Beauty, зеленый корректор. Понятно, что немножко разные продукты, но если бы я искала что-то зелененькое, да, чтобы красноту перекрыть, у меня щеки красные были очень долгое время. Я начала потом пользоваться сывороткой с Центелло Азиатской, мне очень помогло. У меня сейчас не настолько красные поросячи еще, они все еще поросячи, но уже не настолько красные. Короче, сам себя, именно в плане коррекции этого красного цвета, я бы посмотрела на одну из этих вещей. Едем дальше. Бронзеры, румяна, хайлайтеры, скульпторы, именно в плане однушек. Один из моих самых-самых любимых бронзеров, божечки мои, как же я тебя обожаю от Becca. Тоже я в прошлом году, наверное, очень часто его упоминала. Последнее время я его отложила, потому что, ну, точно так же, как и базу от Becca, потому что уже просто неприлично постоянно одно и то же демонстрировать. Но, зная вот сейчас, какой он крутой, я бы обязательно, непременно его купила. Он дает очень нежный результат на коже, очень натуральный результат, им очень сложно переборщить. В моем понимании, каким должен быть бронзер, вот как раз-таки этот от бренда Becca очень мне нравится. Другое дело, что он очень похож от Physicians Formula Butter Browser, только здесь аромата нет, естественно, и тот дешевле, чем этот. У меня оттенок Balisense, у меня еще есть мини-версия оттенка Capricost. Он мне тоже нравится, но мне просто этот нравится больше, он дает мне более натуральный результат на лице. Если вы хотите чуть темнее оттенок, то Capricost. К слову, Becca, я вообще себе их хайлайтеров напокупала, у меня чуть ли вообще не все есть. Мне кажется, от Tapas вот только оттенка у меня нет. Возможно, какие-то вот прям очень новые, имитированные всякие с Парижем там и так далее у меня нет. Но все их классические оттенки у меня есть, и я абсолютно все купила сама, кроме этого цвета, называется Rose Quartz. Я обожаю хайлайтеры от Becca, это просто классика YouTube, и мне кажется, это классика не случайная. Не потому, что это был один из первых хайлайтеров, да, таких бобамистых, ярких, Джеклин Хилл, которым очень часто трясла в своих видео, нет. Мне кажется, Becca это примерно золотая середина, да, между яркостью хайлайтера и тем, насколько он подчеркивает текстуру кожи. К слову подчеркивания текстуры кожи, мне кажется, надо показать хайлайтеры от бренда Ofra. Я не уверена, купила ли я, мне кажется, я конкретно этот сама купила. Мне вот этот вот оттенок очень нравится, называется Pillow Talk. Я люблю хайлайтеры от Ofra, но здесь вот на 100% работает тот принцип, да, что если хочешь нереально яркий, супер-побамистый хайлайтер, то будь готов заплатить за это цену, потому что эти хайлайтеры вам обязательно подчеркнут, если у вас есть какие-то прыщечки или же неровности на коже. Но когда с кожей все хорошо, божечки мои, ослеплять будет всех ваших врагов и недругов. В плане румяшек, кстати, тоже от Ofra, это у меня оттенок называется Belini. Рядом с Hourglass Mood Exposure, наверное, этот чуть ли вообще не самые-самые вообще любимые мои румяна. Если у вас вот цветотип, как у меня, то такой оттенок персиковый, чуть-чуть с розовинкой, как же он нереально освежает макияж, как будто расцветает действительно лицо, когда наносишь эти румяна. Я их люблю нежной любовью. Здесь, конечно, на 90% моя любовь именно относится к конкретному оттенку, потому что в плане формулы вот эта не самая стойкая румяна, но из относительно новых продуктов в моей коллекции, румяна от L'Ore Mercier, действительно, это одна из самых идеальных форм, что есть на рынке. Я вообще не вижу в них чего-то, к чему я могла бы прикопаться. Здесь и упаковка хорошая, и формула не очень пыльная, средней пигментированности, то есть не через чушь, что хоп, нанес, и сразу такой клоун с красными щеками. Оттенок пич мне больше нравится, потому что, я повторюсь, мне нравятся персиковые цвета на себе. Вот этот вот розе с такой вот шпонькой у буквы Е кажется пыльно-розовым, если так вот в рефиле смотреть, но на лице чуть более яркий цвет. Мне этот приехал с сайта Октар, и этот мне прислал сайт Инфлюенс. Короче, видимо, L'Ore Mercier подвигает сейчас эти румяны в плане скульпторов. Вообще, один из моих самых любимых скульпторов, это Кевина Куан в оттенке Light. Они мне вот эту вот палетку присылали на обзор, так что я ее решила включить в это видео. Это их лимитка относительно свежая, они каждый год выпускают. Это Volume 3 конкретно, здесь три оттенка их скульптора, Light, Medium и Deep. Что касается здесь вот хайлайтеров, румян, это как бы... Лично для меня, скажем так, голову сломя не бежала бы в магазин и не стала бы покупать. Так что показываю эту палетку именно из-за скульпторов в ней, а не потому что здесь вот есть еще все остальное. В плане карандашей для глаз вообще один из вот самых первых, что мне прислали когда-либо. Были как раз-таки карандаши от Mark Jacobs, и это были два коричневых карандаша. И с тех пор, как у меня эти появились, у меня еще другие появились. Это, кстати, даже не все карандаши, еще черные у меня где-то есть. Это самые классные, самые любимые мои карандаши для глаз. Они держатся шикарно даже в водной линии. Единственная их критика. Иногда у некоторых людей возникает реакция на них, и я эту вещь слышала об этих карандашах от Mark Jacobs чаще, чем о каких-то вообще других карандашах, что есть на рынке. И еще карандаш тоже неплохо держится в водной линии, но все-таки Mark Jacobs держится лучше. Это от Givenchy, называется Coal Couture Waterproof. Мне он тоже очень нравится, у меня есть один оттенок. Единственное, что я про них слышала, что они чуть быстрее сохнут, чем эти карандаши от Mark Jacobs. Я только поэтому не покупаю себе еще кучу разных оттенков. Далее несколько продуктов для губ, увлажняющих, блесков а-ля ухаживающих. Из этих четырех, вот эти два, если у меня их отберут, я, во-первых, наваляю тому, кто у меня их отберет. Ну ладно, нет, я очень-очень миролюбивая. Ну, короче, я пойду в магазин и первым же делом куплю себе обязательно. У меня куча-куча блесков в коллекции, и каждый первый похож на каждый второй, правда. Не могу выделить практически ни один из них, сказать, что, о, да, вот он. Этот вообще перевернул там мою жизнь и все такое. И так было до тех пор, пока я не попробовала от Lime Crime, называется White Cherry. Как же он хорош, боже мой, восхитительно хорош, шикарен. Я действительно не ожидала, что какой-то блеск может оказаться для меня особенным. У меня, кстати, оттенок бетер-черри, в нем все идеально. Легкий аромат, есть вкусненький, который приятный, когда наносишь, но он как-то очень быстро испаряется, его уже не ощущаешь. Короче, не бесит этот запах. Далее, он не липкий. Понятно, что любой влажный продукт на губах не будет матовым, но он умудряется быть на губах не липким. У меня волосы к нему не липкие. Я не знаю, как это возможно. Он очень классно ухаживает за губами в течение дня. Сейчас, кстати, на мне тоже этот блеск поверх помады, которую я чуть позже покажу. Короче, если вы хотите блеск, чтобы прям вот так вот просто идеальным был для вас, я бы как раз-таки на него в первую очередь посмотрела. В плане ухаживающего твердого бальзама от Clorans, называется Eclaminude. Минюд, господи, я сказала-то как. Масло, да, от Clorans. Мне кажется, это у них самый популярный, ну чуть ли не вообще продукт в линейке. Возможно, тональная основа еще у них тоже есть популярный. Но мне вот это намного больше нравится. Хотя я знаю, что у масла больше фанатов, чем конкретно у этого твердого бальзама. Еще две крутышки, я бы их тоже купила, если бы у меня их сейчас отобрали, но первые два я бы не слазь бы на всех парах. Здесь я как бы, ну, дождалась бы скидочки, вот, скажем так. Во-первых, это от Wiesel Beauty, господи, в Америке называется Yves Saint Laurent, Volupt Tint in Oil. Это масло с тинтом, то есть у вас еще легкий оттенок остается. И, наверное, еще в этой же категории я покажу от Clorans, да, наверное, это тоже. Они мне присылали оттенок Spicy Cinnamon, конкретно этот в трех разных формулах. Влажная формула, Jolie Rouge Brilhant, Jolie Rouge просто классическая и Jolie Rouge Velvet называется. Вот матовая версия. Как раз таки матовая, это, мне кажется, наиболее классическая помада, да. Вот это вот их обычная, я бы сказала, что это бальзам с оттенком. И бриллиант это практически прозрачный бальзамчик с очень-очень легким оттенком. Здесь мне хочется похвалить как оттенок, так и формулу. Это красновато-коричневый цвет, очень красивый, теплый, мне прям безумно на себе нравятся такие цвета. Я бы конкретно эту, Jolie Rouge просто классическую, пошла бы и купила себе сама, если бы у меня ее отобрали. Именно в плане обычных помад я, наверное, вряд ли кого-то удивлю. Мои горячие, горячейшие, самые нежнейшие чувства, связанные навеки с помадами Rouge G от Guerlain. Вот эта розовая была самая первая, что у меня появилась, и ее я купила сама. И после этого я увидела ее на сайтах для блогеров, и я каждый раз, когда видела, себе охапала какой-нибудь оттенок очередной. Это, ну я не знаю, тройки моих самых любимых формул классических помад. Я, конечно, понимаю, что вся вот эта вот красота, а тут открываешь зеркальце такое всплывает, но это все немножко излишне. Но даже если бы здесь не было этой красоты, я просто была бы вот именно сама помада, я бы в любом случае была ее огромным фанатом, потому что формула здесь как ничто другое. Эта помада обладает чудеснейшим свойством, когда вы наносите, и как будто у вас губы разглаживаются. Губки как будто нежнейшие, мягчайшие персики становятся. Вот они выглядят более мягкими, более нежными, более гладкими. Наверное, все мои помады забери у меня из коллекции. Большая вероятность, что именно эту я куплю в первую очередь. Единственное, наверное, можно назвать, для меня это вообще помада идеальная, без недостатков. Вот, но если для кого-то важно, что помада была вообще без запаха, то не сюда, потому что легкий аромат здесь все-таки присутствует. Он очень быстро выветривается, когда наносишь, но он в любом случае есть. В самом начале. Совсем недолго. Меня он лично не смущает. Еще три крайне достойные помады, что я бы обязательно сама купила, если бы мне их не прислали, знаю я на тот момент, насколько они классные. От Guerlain. Опять же, это конкретно формула Kiss Kiss. Она более как бы матовая, чем формула Rouge G. Далее, от Gerard Cosmetic. Кстати, эта помада, что сейчас на мне, я только поверх нанесла блеск для губ от Lime Crime. Это оттенок 1995. Она у меня уже такая немножко покоцанная, поюзанная. И его придумала изначально Jack Wynn Hill. Но в чем сок этой помады? Ее можно как тоненько нанести, а-ля такой вот легкий ежедневный вариант. Ну, практически, как сейчас. А можно прямо ярко и получится теплый красно-коричневый, очень красивый цвет. Здесь, ну, вот, наверное, можно, да, в какой-то степени недостатком называть. Смотря что, опять же, для кого-то недостаток. Это, наверное, самая твердая формула помады, все, что я сегодня показываю. То есть, нужно прям с давлением немножко на губы наносить. Меня это не смущает, но, возможно, для кого-то это важно. И еще одна самая свежая в моей коллекции. От бренда Ilamasco. Формула называется Anti-Matter Lipstick. У меня конкретно оттенок Bang. Ню, давай пыльная роза, ла-ла-ла, да, конечно же. Это, наверное, самая ближайшая помада в моей коллекции, которая делает ту магию с а-ля улучшением внешне, как вот выглядит именно текстура кожи губы. Наиболее ближайшая как раз-таки к Rouge G. Очень комфортная, очень приятная в нанесении. Короче, все с ней замечательно. Кстати, здесь нет запаха вообще относительно помад Rouge G, да, если, к примеру, для вас это слишком важно, то можно на эти посмотреть это Ilamasco. И вообще ничем не пахнет. Самое интересное, наверное, палетки теней. Я бренда Wet n Wild хочу тени вообще показать просто в этом видео. Мне просто конкретно эту палетку, эта лимитка их, сейчас она продается на Beauty Bay, называется Bed of Roses. Wet n Wild Color Icon, на-на-на-на. Мне больше нравится у них Comfort Zone, мне у них больше нравится Rose in the Air, но те я покупала сама, а эту я попросила, да, у Beauty Bay, когда они мне предложили что-нибудь прислать. Это очень классные бюджетные тени. Вообще, вот в плане теней, бюджетный сегмент, божечки мои, там, ну, довольно печально все. Классные бюджетные тени, вот как раз-таки два варианта в этом видео, и это, наверное, из бюджетных теней. Color Pop еще, да, вот Color Pop, но я абсолютно весь мой Color Pop сама покупала. Вот это вот от Wet n Wild, и еще одна палетка, наверное, из бюджетных, это самые классные тени, что я пробовала. Далее еще одна, ну, вот это не бюджетные тени, я, если честно, даже не знаю вообще, можно ли показывать? Это у меня от бренда Nabla, палетка называется Dreamy, это как бы был не пиар, это мне в магазин в Инстаграм присылал. Ну, короче, очень достойные тени у бренда Nabla, это, конечно, более дорогой сегмент, прекрасная, чудесная формула, наравне с самыми популярными формулами, тоже премиум сегмента американского, здесь и матовые замечательные, и шиммеры тоже. Вообще, кстати, если уж вспоминать, что мне магазины в Инстаграме присылали, мне магазин в Инстаграме, я уж не помню какой, я как-то присылал палетку от Charlotte Tilbury, господи, бронзер, хайлайтер, там самый мой любимый бронзер на свете. В это видео тоже надо включить ее, будем считать, что я тоже включила. И палетка теней третья, из бюджетных, именно в плане формул, да, что я считаю крайне очень и очень достойными, это бренд Beauty Bay, как раз таки, он называется EYN, и это Berry Matte. Вот они мне прислали Berry Matte, и Berry Shimmer тоже, шиммерная палетка, вот шиммеры у них, там прям надо вообще беспощадно пальцем ковыряться, но матовые, божечки мои, это, я в шоке была, честно, сегодня, кстати, я тоже накрашена этой палеткой, именно в плане матовых оттенков, ну в них же все прекрасно, они не пыльные, они хорошо растушевываются, они обладают пигментацией, шесть, сколько, семь, шесть, возможно, шесть пятьдесят долларов стоит эта палетка, я рекомендую, если вы будете вообще просто делать заказ на Beauty Bay, просто закиньте себе именно матовую палетку, вот шиммерную, я бы не стала брать, единственное, может быть, кому-то эти тени покажутся твердоватыми, твердоватыми, слово-то какое, если вот, по крайней мере, сравнивать, да, с какой-нибудь Анастазией, Беверли Хилл, где трогаешь чуть-чуть кисточкой, сразу весь пигмент мира на эту кисть, ее вот так вот обхватывает и сидит там, нет, здесь можно отвести душеньку, покопаться, ничего не сыпется, кстати, к слову о Beauty Bay, раз уж я вспомнила, две кисти, их домашний бренд, каждый, каждый мой макияж, я извиняюсь, они грязненькие немножко, я сегодня тоже пользовалась ими, абсолютно в каждом моем макияже, у меня здесь такая стоит череда кистей, всевозможных сегментов, и дорогие, и дешевые, эти две в абсолютно каждом моем макияже участвуют, первая называется Glow Up, Glow Up, да, типа для хайлайтера нужно использовать, я скульптор ей наношу, она заменила вообще все мои кисти для нанесения скульптора, я именно ей пользуюсь абсолютно каждый, чертов божий день, и вот это просто из-за особенности строения моего глаза, называется Hey Shorty, для нанесения теней, тоже абсолютно каждому макияж, я вот эту вот часть нижнюю вывожу только ей, в плане однушечек теней от E.L.A.M.A.S.K.A., оттенок называется Ritual, смотрите на него, как же он хорош, боже мой, это беленький такой фиолетовый, я снимала макияж в инстаграме, я как раз-таки там этой однушкой пользовалась, это просто что-то, вот настолько она шикарная и красивая, идеальная, я ее просто обожаю, она вообще дороговато, мне ее присылал Look Fantastic, но у них постоянно бывают скидки, я выкладывала как-то в инстаграм, там скидка 50% можно было купить, и пигмент еще упомяну, от бренда Kailin, сегодня на мне сияшечка, у меня на подвижном веке, вот как раз-таки этот пигмент, конкретный оттенок, мне очень нравится, называется Pitch, мне прислали три цвета, один из них называется что-то Pitch, Love Pitch, возможно, короче вот просто Pitch, Pitch, все, розово-золотой дуахрон, крайне мелкий помол, именно если на клее для глиттера, как раз розово-золотой, это очень красиво смотрится, нежно и цепляется глаз, смотрю постоянно в видоискателе, у меня прямо хоп, так вот туда, мне хочется посмотреть, именно как нежно смотрится этот цвет на веках, не вызывающе, но в то же время интересно и натурально, хочется показать вот эту вот штуку, я понимаю, что это баловство на 100%, я, кстати, вообще в это видео не стала включать ни уход, ни там для волос, всякие штуки, если вам это интересно, и пиар, что я покупила себе сама, тоже не из декоративной косметики, обязательно напишите ниже, просто у меня эта вещь здесь на столе хранится, я ей каждый день пользуюсь, это ручной вентилятор OMG Double Dare, вообще сейчас тема популярная на американском ютюбе, тоже если вы смотрите, многие блогеры, спрей закрепляющий, да, высушивают как раз-таки этой штукой, и... очень удобно, это как-то очень мило, включил такой, сидишь, балдеешь, я не знаю, в чем здесь дело, но как бы бесполезной эта вещь не казалась, если ее у меня отберут, я пойду ее куплю. А на сегодня это все, я надеюсь, это видео оказалось для вас интересным, ставьте пальчик вверх, если оно вам понравилось, и обязательно пишите ниже, пробовали ли вы что-либо из косметики, что я сегодня показала, спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии, и увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok